Всем привет, друзья! С вами сегодня Турия. Ну что ж, у меня в гостях долгожданный Алый Гром. Сегодня мы будем смотреть на этот корабль в игре Мир Кораблей, он же Scarlet Thunder. И посмотрим, что он собой представляет, как на нём играть. Ну и вы, кстати, можете обратить внимание, что у меня на счету появилось огромное количество дублонов. И вы хотите спросить, кто ж такой добрый дядя? Неужели кто-то задонатил Туриамбычу целую кучу денег? Или, может быть, он продал свою душу в Лесту? Нет, друзья, на самом деле этот щедрый дядя, а точнее эти щедрые дядьки, это вы. Те, кто зарегистрировался по реферальной программе в моём морском братстве. И раньше у нас, когда ещё был World of Warships, потихонечку капал кэшбэк. Ну, от ваших покупок мне там доставалось что-то 10%. Ну, в общем, тысяч 10 голды приходило. А тут, значит, со всей этой историей, переводом кораблей в Лесту и всякое такое, всё перестало приходить. Я думаю, блин, ну ладно, и тут кинули. И совершенно случайно, это не реклама, зашёл на сайт своего морского братства, флот.рус.туре, и обнаружил там огромнейший кэшбэк в 400... 443 тысячи довлонов. В общем, если вы приглашали кого-то по морскому братству, обязательно зайдите к себе туда. Если вы ещё в морское братство не вступили, можете вступить в моё. Вам насыпят всяких бонусов, тоже плюшек. Сайт у вас на экране и также внизу в описании под стримом. Погнали смотреть на Алый Гром, друзья. Что же это за лодка такая? Как я уже и предполагал, это будет нечто похожее на Дункан. Ну, в общем, с некоторыми отличиями. Не сказать, что всеми и хорошими. Давайте начнём с плохого. Расходники. Здесь установлены ремонтный дивизион, форсаж и заградительный огонь ПВО на Дункане. А на премиумном корабле стоит обычная хилка, пусть она и британская, и заградка. На этом, как говорится, всё. Печальненько, конечно, но что поделать. Зато есть преимущества определённые. Во-первых, как мы уже упоминали по бронированию, оконечности и палубы оконечности бронированы в полную 32 мм. Здесь на Дункане только 25 мм. Это, в общем, неплохо. Это означает то, что крейсерам будет сложнее пробить наши оконечности. И плюс к тому, главный калибр нашего Тандера имеет улучшенные фугасные снаряды. Такие же, как на Лайне, а не такие, как на Дункане. То есть 7200 даёт фугас здесь, а на Дункане он даёт 6150. 47% поджёг. Одинаковая перезарядка. 792 метра. Скорость полёта снаряда. Но он и поджигает, кстати, тоже получше. Это плюс. Что касается всего остального, в принципе, разницы особо никакой. Дункан по корпусу тоже 75200. Ну и на Тандере тоже самое. Но очень красивый. Очень красивый здесь внешний вид. Согласитесь, напоминает немножко экран план Лунь. Да, кстати, здесь нету торпедов. Ну, не сказать, что прям на Дункане они прям такие торпеды-торпеды. Но, конечно, лишняя торпедка была бы и не лишней зачастую. Что мы поставим сюда? Я лично без особых экспериментов ставлю стандартный линкорный билд. И нашего командира тоже, в общем, своеобразно стандартно забиваю. Учтите, что здесь обычная хилка. Поэтому играть в поджоги и вот в горение лучше здесь не стоит. Ну что, погнали в бой. Ну что ж, друзья, закинул нас в небольшой персональный аддок с 11 уровнями. И сейчас наш замечательнейший Алый Гром в стиле игры Atomic... Ой, извините, какой, конечно же, нет. В стиле министерства чего там? Просвещение, продвижение. Ну, в общем, очень красивый корабль отправляется в бой. Я думаю, мы начнем с вами с фугасов. Ну, а дальше посмотрим. Как я уже сказал, было бы, конечно, здорово, если бы вот эти вот ускорители форсажные, а это, друзья, двигатели НК-87, такие же, ну, почти такие же, как были установлены на экраноплане «Лунь» или на советском пассажирском самолете Ил-86, тянут вперед нашу махину. Ну, вот говорю, что если бы они на форсаже еще как-то двигались, было бы, конечно, неинтересно. Но, как говорится, имеем, что имеем. Какая-то красная штучка горит под носовой башней. Больше пока ничего не наблюдаю. Никаких визуальных изменений в корабле. Может быть, при хилке там вроде как бы должны биороботы всякие бегать. Давайте посмотрим. Посмотрите, обратите внимание, кстати, надстройка выполнена в формате Останкинской башни. Забавно смотрится. А ну-ка, гудочек. Ну, такой, да, вполне себе космический гудок. Дальность у нас впечатляющая. И, в общем, она впечатлительно позволяет нам лупасить даже по тому инкомпераблу. Но этого мы делать пока что не будем. Кстати, видите, на носовой башне тоже какая-то штучка. Ага! Она свидетельствует о том, что наш корабль обнаружен, что ли? Да. Похоже, именно для этого она и нужна. Поглядите. Забавно, забавно выглядит. Так, 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 так. Ну что ж. Пока наш корабль обнаружен, она движется. Как только наш корабль пропадает из-за света, она убирается. И ее не видно. Окей, есть ли еще какие-то интересные мульки здесь или нет? Конечно, анимированный камуфляж выглядит здорово. Единственное, все-таки мне по-прежнему несколько странноватен выбор корабля. Почему британец для такого стимпанка? Кстати, кто там с Европы играет? Ребята, расскажите. Там тоже вся эта советская тематика? Или же там что-то по-другому? Потому что, я, конечно, понимаю, стимпанка нравится всем. Но, знаете ли. Так, фугасы заряжены. Ладно, поболтали, посмотрели. Цит-52. Ну, как бы, может быть, там я не знаю. Типа, как бы, там вперед. Эгэй. Противники с другой стороны, да. Такое себе. Да, ребят, кстати, у кого проблемы с модстейшеном, не может установить моды. Нужно полностью удалить предыдущий модстейшен. И заново поставить его с форума. Или, говорят, где-то даже на сайте есть ссылка на корабельном. Делайте это, не стесеняйтесь. Катсонис, друзья. Вот это, да. Вот это, малыш. Заряжаем дальше бронебойный снаряд. И готовимся лупасить по Москве. А ну-ка. Хрясь. Одиннадцать тысяч. Хорош, Семен Семенович. Конечно, Цит-52 поймает все торпеды. Ха-ха-ха-ха. О, боже, какое же ты дно. Ха-ха-ха. О, черт возьми. Ну ладно. Черт с ним. Давайте продолжаем разговор. Залп в сторону Брисбейна. Посмотрим, как летят наши снаряды. Снаряд летят неплохо. И... Одно пробитие. Могло быть и получше, дружок. Но меня очень впечатлил, конечно, вот этот залп. Фугасы летели прям просто чумовым образом. Только... Только пятки сверкали у этого гражданина Кацонеса. А может быть даже и товарища. Товарищ Кацонес. Слушайте, кстати, о товарище Кацонесе пойдет, интересно, на точку или нет? Я пока что без засвета. Брисбейна мы немножко посанули. Где-то там еще была любопытная Москва. Торпедки, конечно, не хватает. А ну давайте понадеемся, что может быть какой-то будет сейчас зацвет. ПВО работает. Красиво. Ну покажи Москву. Не будь бякушкой. Так, спасибо. Наверное, назад она все-таки успеет немножко отойти. Но... Может быть. Да, есть... Есть небольшое пробитие. Что, в общем, неплохо. Хорошее ПВО. Как мы все с вами можем наблюдать. Брисбейн собирается взять точку. А мы с вами собираемся ему в этом не помочь. Так же, как собираемся не помочь и Ушакову во всем этом. Разворачиваем наши башни. Ну, разворот туда несколько, конечно, странноватый. Ничего не поделаешь. Но... Что имеем, то имеем. Давай, залп. Чуть-чуть дали урончику. Брисбейн. Кстати, сейчас он стоит на точке. Может ли Ушаков сделать мне БОБО? Конечно, может, друзья. Еще как может. Если я сейчас не отверну налево, он такие сделает. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть погнался за дешевизной и не успел отстреляться в Ушакову. Хотя, почему не успел? Успел. Не очень хорошо, конечно, чувствуют себя там корабли противника. Но это никого не волнует, потому что счет в данном случае стандартный 0-4. Так сказать, обычный счет. А еще вроде и не пятница, да? А вот. Вот так вот. Руприхт. Ладно. И с Руприхтом разберемся. Со всеми разберемся. Дайте только нам пострелять хорошо. К сожалению, конечно, на Алом Граму, на Скарлетт-Тандере не получится ничего никуда танковать. Счет становится 0-5, 0-6. И это фантастическое поражение, друзья. Буду ли я расстраиваться? Нет, друзья, я не буду расстраиваться. Мы просто возьмем. И, я думаю, 11 минут фигня. Пойдемте еще разок в бой. Посмотрим, что как. Кстати, сколько мы форманули здесь? Ну, всего 203 тысячи. Это просто... Это просто плач какой-то, друзья. Нельзя так сливаться. 0-6. Что за хрень вообще? Где... Где собирали эту команду? На каком, блин, жигулевском заводе? Это что? Работники ВАЗа, что ли? Я не пойму. Что это за... Что это за команда? Так, давайте. Еще одна попыточка. Ну, вот здесь, кстати, мне команду отсыпали пониже уровнем. Здесь, получается, восьмерки и девятки. Пара-пара-папа. И Чкалов. И Дирижабль. И вообще все прекрасно, друзья. Хорошо. Я согласен. Меня такая команда тоже устраивает. Давайте начнем все-таки с фугасов. Меня почему-то на британцах все-таки тянет работать от бронебойных снарядов. Ну, вот ничего не могу с собой подделать. Слушайте, интересно. А вот как выглядит, допустим, заградка здесь? Возможно, она как-то меняет визуально наш корабль? Потому что обнаружение вы видели? Вот это вот. Чудесная башня начинает светиться всеми цветами радуги, друзья. И это, безусловно, любопытно. Может быть, что-то начинает происходить на Останкинской башне? Почему бы и нет? Ну, в общем, выглядит все, конечно, любопытно. Пушечки крутятся. Здесь, кстати, как видите, вот эти такие плазменные. А кормовые, это, по-моему, 103 или 113 миллиметров. Они такие спаянные. Прям такие эти. И Старкрафт, помните, на танках такие были забавные. Нет, мне чертовски жаль, что здесь форсаж никак не реализован. Учитывая то, что именно установлены вот эти вот симпатичные двигатели. Могли бы, могли бы, знаете, не лениться, а сделать все как нужно. Сделать все по-взрослому, в конце концов, друзья. Таргросса открывается на 23,9 километров от нас. И мы готовы его огорчить своими фугасами до невозможности. Эй, Таргросса, покажи мне свой маленький носик. Залп слева идет у меня за свет. Хорошо. В принципе, не очень страшно, если бы это был не Жанбар. Да, Жанбар не очень хорошо. Жанбар может быть больно. Надеюсь, что будет больно, но не очень. Я, кстати, не попадаю, похоже. А Жанбар, Жанбар чуть-чуть попадается. Ай-яй-яй-яй. Негодяй. Так, залп. И... Да, похоже, что мимо денег. Ну ладно. Сейчас попытаемся сделать получше. Ага, сплит, все. Кто ж меня там? Не, нормально все. Уже не видно. Жахнем по Жанбару чуть-чуть. Это, получается, видел меня Флетчер здесь от стороны. Но Флетчер там стоит очень неудобственно для меня. Даем Жанбару пожарчик. Даем Жанбару пожарчик и теряем. Кстати, Луяна на центре. Как можно было потеряться? Я, конечно, в загадке. Нет у меня быстрой перезарядки. А вообще, надо было бы здесь ее взять. Ох, надо было. Только посмотрите на этого Марка Пола и на 19 секунд перезарядки. Мне прям даже плакать хочется. Вот я прям сейчас рыдаю. Ну, пожалуйста. Ну, один секунд. А он ведь за гору уйдет, понимаешь? Он просто ведь уйдет за гору. Он ровный, открытый, сексуальный борт. Марка Пол. Марка Пол такой. А что это вы здесь делаете? Ого! А там еще и Жанбар. Вот это да. Так, есть у нас попадание. Тушим мы пожар. Нечего нам здесь делать. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, понадеемся на то, что будет не очень точно. Да. Не слишком точный залп. От Марка Полы. Или Марки Полы. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, может быть, что-то успеет прилететь. Я надеюсь, что все-таки может. Там на центре пока что все тихо. Да, цитаделька, друзья. Отлично, отлично. Что же. Чуть дальше располагается еще один Жанбар. Но нам туда путь пока что заказан. А вот здесь, кстати, вырисовывается очень любопытное количество противников, которые собираются здесь что-то сотворить. Они, между прочим, колдуют нашим дирижаблем. Они его даже назад, я бы сказал, пытаются отправить. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень неприятный момент. А ну-ка, давайте. Пойдемте сейчас разберемся с этими нехорошими личностями. Я хочу посмотреть, как работает заградительный огонь. И работает ли он здесь вообще. Так, вроде отпустился наш дирижабль, да? Не то. Не то хлеб. Так, попадем. Нет, по полу мы не попадаем. А помарка. Я, кстати, видел там авианосец, друзья. Отдаем залп в сторону Жанбара. И, наверное, будем двигаться вперед. Есть хорошее попадание. Не вижу никаких визуальных изменений от работы ПВО, честно говоря. Ну и это, конечно, жаль. Было бы интересно все-таки лицезреть какую-то работу ПВО. Тем временем уничтожен один из эсминцев с той стороны. И остается там аркан. И здесь такой вот красивый монарх. Ну прям не знаю. Мне бы, конечно, очень хочется дать варкана. Да, надо было, в общем, варкан-то и давать. Заряжаем фугас следующим. И будем давать варкана-то со следующего залпа уже с фугаса. Да. Померн, кстати, его может сейчас принять на торпеды. А может и не принять. Мы с вами чуть-чуть замедляемся здесь. Ой, как там удобно получилось. Там труп и ничего не может сделать в плане торпед, товарищ аркан. Застрянет? Нет. Застрял. Даём залп. Заряжаем на ББшки. Хорошо. Вражеский эсминец уничтожен. А тем временем вражеский дирижабль ТП вовсю уже фигачит. Наша задача сейчас ворваться и набросать ребятам больно. Заряжаемся. У меня сейчас как раз есть ещё некоторое количество хитпоинтов. Можем себе позволить. Даём залп во вражеского Такао. И не попадаем, естественно. Ой-ой-ой, какой тут Маркопола. Обалдеть. Так, хорошо. Я вижу торпедоносцев. Есть они тут у меня. Сейчас мы попытаемся использовать заградочку, как только она перезарядится. Так, успеем. Ну, какой-то урон мы всё-таки туда накидали. Но явно недостаточно для того, чтобы всё стало хорошо. А, нет, вроде бы ничего. Нормальный. Нормальный урончик. У Жанбара, походу, была перезарядочка. И он как-то чуть-чуть не справился с процессом. Мы сейчас с вами попытаемся не слишком сильно попасться под урон Такао. А есть подозрение, что у него больше... А, ближе, 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 ближе. Не взведутся торпеды. Да-да-да-да-да-да-да. Не взведутся. Эта башня у нас повёрнута сюда. Хорошо. Чуть-чуть дай мне ещё довернуть. Ну-ка пилюшечку. Давай! Давай! Ааааа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох! Это было дико весело. Чуть-чуть мне не хватило, чтобы делать залп. Чуть-чуть долговато немножко всё-таки перезарядка здесь. Но манёвренность, конечно, чумовая. Я вообще получил огромную массу удовольствия. Не уверен, что на том же Дункане всё это было бы как-то иначе. Вот. Потому что мне кажется, что на Дункане история была бы примерно такой же. А может быть даже и лучше за счёт наличия торпед. Для ближнего боя форсажа, для лучшей динамики. Но, может быть, я и заблуждаюсь. Может быть, всё это не так. Давайте досмотрим до конца боя и посмотрим, сколько мы здесь нафармили. Я прям даже пожалел, что тормозил, потому что бой получился очень красивым. Тут врывы жанбара на точку. Цепелин, заходящий в ПМК режим. И захватывающий там эту дирижаблевскую точку. В общем, очень красиво всё получилось. Я лично боем доволен. Тут товарищ на сплите извинился, что он меня не прикрыл. Я написал, что это абсолютно не его задача была здесь. Никаких претензий к нему здесь нет и быть не может. Его была задача, в общем, делать то, что он делал. Ничуть не больше, не меньше того. И надеюсь, что с этой задачей он справится. Да. Я как-то сглазил немножко. Ну ладно. В принципе, практически дополз наш дирижабль. Думаю, что Ягеров в любом случае доведёт до этого... Не знаю, чего этого. Шпиля, штиля. Кстати, огонёк наверху. Коровки, морковки. Да. Ну и, в общем, должны мы посмотреть. 3.17 пука даёт мне здесь пукомер. Я говорю, что, честно, Дункан, наверное, был бы интересней. Действительно. Я просто сейчас посидел, подумал, что всё-таки торпеды здесь могли чуть-чуть немножко подрешить. И каких-то плюсов... Ну и, опять же, суперхилка, наверное, тоже здесь была бы лучше. Вот. Не сказал бы, что какие-то прям суперплюсы есть. Я говорю, что, ну, да, немножко более толстая броня. Раз. И чуть лучшие фугасы, которыми я особо в этом бою, честно говоря, и не пользовался. Возможно, если бы я стрелял из дальничка, был бы поинтересней. Но, с другой стороны, задача-то была здесь дирижабль довести, а не домашку настрелять. Поэтому, думаю, что сделали мы всё здесь правильно. Дирижабль сам с собой доползает до точки. Странные все эти механизмы там. Сюда подойди, туда подойди. Ну, вроде всё нормально. Идёт Бубуновый. Победа. Победа! Или как там? Победа, друзья! Сколько же мы нафармим в этом замечательном... Не побоюсь этого слова бою. 115 тысяч урона. Два фрага. Первое место, кстати. Неплохо мы сыграли. 100 тысяч мы набили ББшками. И всего 7200 набили фугасами. По МК, кстати, тоже чуть-чуть там постарался, по кому-то покидал. 494 тысячи серебра в грязном состоянии. Ну, если бы совсем грязным, 1200. Если честно, фарм неплохой. Но, повторюсь, ещё раз по личным впечатлениям, прокачиваемый корабль всё-таки лучше, чем премиум. С вами Туря. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И присоединяйтесь к моему морскому братству. По адресу flot.ru Слэш туре. Увидимся с вами. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»